В отделе религиозного образования и катехизации Катериндарской епархии состоялась встреча победителей турнира юных краеведов «Дорогами культуры и духовности». Конкурс подготовлен Министерством образования и Российским союзом сельской молодежи. Турнир проходил в формате духовно-нравственного просвещения и воспитания детей через игровую интерактивную форму изучения истории и культуры своей малой родины, Краснодарского края. Около ста педагогов и учащихся начальных классов из 44 муниципалитетов края в этот день были награждены за победу в конкурсе. К участникам мероприятия с приветственным словом о самом главном обратился руководитель отдела религиозного образования пратерей Александр Игнатов. Я скажу вам о самом важном, о самом главном. А что самое главное в человеке? Кто может сказать самое главное в человеке? Душа. Так что же такое моя душа? Откуда она мне дана? И куда пойдет? Душа, данная Богом, никогда не умирает. Давайте повторим все вместе. Душа, данная Богом, никогда не умирает. И мы с вами верим в бессмертие своей души. Если мы говорим о самом главном, как о душе, нам все понятно в нашей культуре, в нашей традиции, в нашей родине, на нашей территории России. Потому что Русь, она хранительница веры. И потому называлась как? Как святая Русь. Почему? Потому что она прежде всего была в верою образована. Потому что вера православная является государство, образующее религией. И так всегда не только русский человек, но и просто человек, который понимает, для чего он живет. А ведь без осознания того, для чего я живу, для тела или для бессмертия своей души, и зависит, как я буду жить. Что для человека важнее и дороже? Его тело или его одежда? Как вы думаете? Вот так и подождите, мы говорим тело или одежда из двух названных. Что дороже? Правильно, они тоже так сказали. А почему? Скажи, почему, как ты думаешь? Потому что одежда и морские стихи, она может взорваться. А если тело пройдет, может, или... Все, совершенно правильно. Второй вопрос. Скажите, что для человека важнее, его тело или его душа? Душа. А почему? Ну скажи. Давай. Блаженный Августин говорил, пусть Бог будет у вас на первом месте, и все остальное будет на своем. Давайте снова повторим эти замечательные слова Блаженного Августина. Пусть Бог будет у вас на первом месте, и все остальное будет на своем. Как вы понимаете эти слова? Духовность, прежде всего. Спасибо. То есть, мы говорим, духовность, это уже дух, да? Это Бог. А что такое духовность? Ну это что-то такое есть, но то, чего я не вижу и не понимаю. Но если духом является Бог, мне понятно, почему у нас есть духовная музыка. Вот есть разные жалобы. А духовная музыка, это о чем? О ком? Скажи, пожалуйста, ты добрая девочка, ты очень внимательно слушаешь, я обратил внимание. Добрая. Добрая. А это с чувствами. С чувствами. А еще, ну скажи ты. То есть, что там о Боге. О Боге. Все. А ты как думаешь правильно? А я думала, что эта музыка очищает душу. А есть духовная литература. Это что за литература? Кто скажет? О чем это? О Боге. О вере. Там, где мы слышим слово духовность, там уже не просто о земном, о теле. А о высоком, о том, что приближает меня к Богу. Скажите, пожалуйста, а о чем человек должен больше всего думать? Если временная одежда, временное тело, а душа вечна. О чем человек должен больше всего думать? О временном или о вечном? Давайте скажем все вместе. О чем? О вечном. То есть, о чем? О душа вечна. Значит, духовность заставляет мою душу проснуться. Все-таки, на что нам надо обратить внимание? Прежде всего, на национальное воспитание. Надо не бояться того, что мы русские. Это говорил Александр Васильевич Суворов. Мы русские, с нами Бог. Молись Богу, от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит. Закончить хочу тем, что приведу вам одно замечательное стихотворение, которое, в общем-то, мне очень нравится. Оно как раз отвечает на многие вопросы, зачем нам духовность, зачем нам участвовать в этих конкурсах, родителей слушать, и таких добрых наставников, которые вас сегодня-сегодня привезли. Для чего ты, человек, на земле живешь свой век? Чтобы спорить, есть и лгать, развлекаться, танцевать или вспомнить, наконец, что небесный ждет Отец, так пройти свою дорогу, чтобы возвратиться к Богу. Христос воскресе! Воскресе! Вот эту радость о победе добра над злом, света над тьмой, истины над ложью, я хочу пожелать вам пронести через всю свою жизнь, и поверьте, тогда душа, пусть душа до самого креста, пусть душа останется чиста. Вот с чистой душой можно и на небо, а с грязью нужно всегда бороться, учителям помогать, а ребятам этому способствовать. По завершении каждый из педагогов получил Евангелие, и для участников мероприятия была проведена экскурсия в храме и по его территории. Христос воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе!